Рост мышц – это процесс увеличения мышечного волокна и окружающей его тканей, требующий как физических тренировок, так достаточного питания и полноценного сна. При этом мышцы растут именно во время сна, когда организм мобилизирует резервы для восстановления, в том числе за счет выработки гормона роста. В этом видео мы расскажем о том, от чего именно растут мышцы и какие упражнения лучше всего подходят для набора мышечной массы. Как часто нужно тренироваться и сколько белка должно быть в питании, так что досматривайте до конца, будет познавательно. С точки зрения анатомии, рост мышц связан вовсе не с увеличением числа мышечных волокон, а с изменением их объема и с повышением плотности миофасций и соединительной ткани. Другими словами, мышцы вовсе не растут, а лишь увеличиваются в объеме. Кроме этого, процесс визуального роста мышц тесно связан с изменением структуры саркоплазмы – питательной жидкости, окружающей мышечное волокно. Чем больше гликогена может запасать саркоплазма, тем выше силовые показатели спортсмена и тем больше объем мышцы. Скорость роста мышц зависит как от типа телосложения спортсмена и стажа тренировок, так и от питания и достаточного времени на восстановление. Отчего растут мышцы? Регулярный силовой тренинг на гипертрофию, повышение нормы калорий рациона на 10-15%, употребление достаточного количества белка, достаточное время на восстановление. Как понять, что мышцы растут? Во-первых, процесс изолечивания и последующего роста мышц связан с появлением характерной мышечной боли. Несмотря на то, что эту боль часто объясняют повышенной выработкой молочной кислоты, последние научные исследования это опровергают. Боль появляется из-за целого ряда факторов. Во-вторых, увеличение веса тела на фоне увеличения силы также говорит о том, что мышцы успешно растут. Однако отметим, что это правило требует регулярного повышения веса, с которым вы качаете мышцы. Запуск процессов роста подразумевает новый уровень стресса для мускулатуры. Таким стрессом может являться и иной тип нагрузки, что говорит о пользе чередований видов спорта. Анатомия и физиология роста мышц С научной точки зрения правильнее говорить не о росте мышц, а об увеличении их объема, то есть о мышечной гипертрофии. Большинство ученых склонны полагать, что само количество мышечных волокон практически не меняется в течение жизни и задается генетически. Физические тренировки действительно делают волокна более сильными, однако не приводят к увеличению их количества. Визуальный рост мышц – это прежде всего увеличение саркоплазмы, питательной жидкости, окружающей мышечные волокна, гликогеновых депо мускулатуры и разрастание соединительных тканей. По сути, регулярные тренировки учат организм спортсмена более эффективно использовать энергетические резервы, а влияют на гормональный уровень. В частности, повышенный уровень тестостерона помогает мышцам расти быстрее. За счет чего растут мышцы? Силовой тренинг 2-3 раза в неделю. Многосуставные базовые упражнения. Достаточное количество гликогена в мышцах. Сколько времени нужно мышцам для роста? Исследования говорят о том, что процесс роста мышц начинается примерно через 3-4 часа после силовой тренировки, а заканчивается через 36-48 часов, в зависимости от мышечной группы. Именно поэтому нет смысла качать одну и ту же группу мышц чаще, чем раз в 2-3 дня. А идеальная частота тренировок для набора массы у новичков составляет 3 тренировки в неделю. При этом сразу после тренировки организму новичка требуются как легко усвояемые белки для остановки катаболических процессов в мускулатуре, так и углеводы в количестве не менее 100-150 грамм. 30-40 грамм сразу после тренировки, остальные в течение 2-3 часов. Период, когда тело предпочитает отправлять энергию пищи в мышцы, называется метаболическим или углеводным окном. Лучшие упражнения для роста мышц. Наиболее эффективно на рост мышц и синтез гликогена действует так называемый базовый тренинг, запускающий процессы гипертрофии. Такой тренинг, заключающийся в выполнении многосуставных базовых упражнений, вовлекающий в работу сразу несколько крупных мышечных групп. Упражнения должны выполняться в 5-7 повторов с тяжелым рабочим весом, а это требует идеального знания техники. Подобные силовые тренировки провоцируют микроповреждения мышечной ткани, последующее восстановление которых и ведет к росту мышц. Кроме этого, базовый тренинг на гипертрофию положительно влияет на выработку телом целого ряда гормонов, необходимых для роста мышц, прежде всего тестостерона и гормона роста. Напомним, что эти гормоны влияют на сжигание жира и прорисовку рельефа. Что такое гипертрофия? Гипертрофия мышц – это увеличение мышечной массы организма за счет роста отдельных групп скелетной мускулатуры. Именно гипертрофия означает рост мышц и является главной целью в бодибилдинге, поскольку без увеличения мускул невозможно как увеличение их силы, так и увеличение объема. Стратегия тренировок на гипертрофию – это базовые упражнения и большие рабочие веса. В свою очередь гипертрофия мышц делится на два типа – миофибриллярную и саркоплазматическую гипертрофию. Первая достигается за счет увеличения объема клеток мышечного волокна, при этом фактическое число клеток практически не меняется. Вторая – за счет увеличения питательной жидкости, окружающей это волокно. Говоря простыми словами, первая влияет на силу, вторая – на объем мышц. Особенности спортивного метаболизма Главным отличием обмена веществ атлетов от метаболизма неспортивного человека является возможность более эффективно использовать углеводы и регулировать уровень инсулина в крови. Говоря простыми словами, организм спортсменов предпочитает перерабатывать поступающие с пищей углеводы в гликоген и отправлять их в мышцы, а не в жировые запасы. Регулярная прокачка мышц постепенно повышает метаболизм, требует значительного увеличения калорийности питания и заставляет спортсмена есть больше. Интересно и то, что современные ученые считают, что генетических счастливчиков не существует, и каждый может стать обладателем спортивного метаболизма после нескольких лет соответствующего питания и тренинга. Несмотря на то, что рост мышц не такой уж сложный физиологический процесс, он достигается исключительно при правильной комбинации таких факторов, как регулярные силовые тренировки, повышенная калорийность питания и достаточный отдых. Для роста мышц большинству новичков нужно лишь 3 тренировки в неделю, иначе им грозит перетренированность. А сколько раз в неделю обычно вы тренируетесь? Поделитесь своим опытом в комментариях. Друзья, мы рекомендуем вам посмотреть еще одно из наших видео, в котором мы рассказали о том, какие изменения произойдут в организме, если прыгать на батуте каждый день. Оно появится у вас на экране, а также ссылка на него будет в описании и закрепленном комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много полезной информации. До новых встреч!